КОНЕЦ КОНЕЦ Буря мглою небо кроет, небо кроет, вихри снежные крутя, вихри снежные крутя, то, как зверя нас завоет, то заплачет, как дитя. Миш, у меня дело к тебе, вот, это стенгазета будет, если ты мне ее нарисуешь, Мишечка. Видишь, уроки учу, а стенгазету сам рисуй. У меня сегодня в уголке природы работы масса, это только так называется уголок, а это целый угол. Мишечка, вчера три лягушки убежали, когда я тебе примеры решал. Это в последний раз, Миш, но я обещал для отряда стенгазету оформить, сказал, что я художник, лучше всех рисую, и вот он... Не могу, сам рисуй. Ты, Мишка, просто плохой товарищ, ты меня и отряд подводишь, ты сам себя подводишь. Ну, Мишечка, в последний разочек, а? Бурю мглою небо кроет вихри снежные крутя, то, как зверя нас завоет, подумаешь, профессор. И без тебя пойдусь. Знаешь, Миш, я, пожалуй, подожду тебя немножко, а? Выучишь уроки и нарисуешь. Как хочешь, но только у меня еще русской письменной, арифметика. Ничего, ничего, я буду тихо-тихо сидеть. Волшебные сказки. Хм, интересные, наверное. Бурю мглою небо кроет вихри снежные крутя, то, как зверя нас завоет, то запланирует. Учи, учи. Все равно тебя пересижу. Точно сговорились все. Делай сам, делай сам. А самому-то каково делать? Да и некогда. Все бегаешь и просишь. Там задачу решить, тут примеры списать. То ли дело в сказке. Эх, был бы я волшебником. Я бы всем показал. Академия. 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 Бурю мгл. Добро пожаловать! Кто тут? Это я. Меня зовут Мак. Зам Мак. Я, видишь ли, заведующий волшебным магазином. А это... это шапка-невидимка. Вот я её надеваю и вот я её снимаю. Вы волшебник? Фокусник? Всего понемногу. Я знаю, вы, Дед Мороз, вы у меня ватные есть. Раю! Ха-ха-ха-ха! Прям как в цирке! Ну, а тебя как зовут? Витя! Виктор Петров! Так, а как успехи? Ничего особенного. Арифметика не важно. Что, двойку получил? Папа в командировку улетел и задачу не успел решить. Да, подвёл тебя, папа. Ну, ничего, Витя. Поскольку ты сегодня наш первый покупатель, то для почину выбирай себе бесплатно любой подарок. Здесь всё волшебное и только для детей. Вот, например, обыкновенная детская скатерть-самобранка. Это специально для школьных завтраков. Простите, а у вас есть стенгазеты? Что? Стенгазеты? Ну да, мне бы небольшую стенгазету. Я для нашего отряда обещала нарисовать. Сказал, что я художник. Ребята дали мне заметки, бумагу. А я сам рисовать не могу. Вот дела, всё есть. А стенгазет готовых нет. Но если ты действительно рисовать не умеешь, ну и, скажем там, ленишься, то возьми волшебные краски. Они рисуют всё, как полагается. Волшебные краски. А стенгазету они могут нарисовать? Да, не беспокойся. Эти краски тебе такую стенгазету нарисуют, сам удивишься. Смотри. Эй, вы чудо-краски. Выходи из сказки. Ну-ка, краски мастера, за работу вам пора. ГРУСТНАЯ МУЗЫКА Вот это здорово! Эй, вы чудо-краски, уходите в сказку! А это на всякий случай шпаргалка, или как ее там, да, инструкция. Вот, получай, дружок, не понравится, не пригодится, всегда обменяю. Вот теперь посмотрим, как я не умею рисовать. Подумаешь, вихри снежные крутя, я тебя без вас обойду. А то все заняты, влажничают. Ну, теперь скорее за работу. Так, это заметки читать некогда. Так, разложим. Витя нам велела, как придешь уроки учить. Ой, Витечка, какие хорошенькие краски. Откуда они у тебя? Не трогай, уходи! Вот папа прилетит из командировки, я ему скажу, что ты срываешь мне общественную работу. Ты жадный, нехороший. Бабушка говорит, ты удивительно нечуткий ребенок. Ну, кажется, ушла. Можно начинать. Эй, вы чудо-краски, выходи из сказки. Ну-ка, краски мастера, за работу вам пора. Рисуйте мне стенгазету. Он занят. Что? Он не может. У него общественная работа. Да, рисует. Очень удобная штука, эти волшебные краски. Лежи себе, полеживай. А там, глядишь, и стенгазета готова. Витя! Витя, иди скорей в отряд. Там тебя со стенгазетой дожидаются. Сейчас, иду. Интересно, что они там нарисовали? Ничего, потом. Бегу. А сам просил меня нарисовать. Да я разве так нарисовала? Во всей школе никто так не нарисует. Витя, мне кажется, у тебя определенный талант. Уж ты и скажешь. Молодец! Витя! Смелый пионер! И стенгазеты нарисовал. Лучше не надо. И себя протащил. Дальше ехать некуда. Что? Где протащил? Кто меня? А ты газету разве не видел? Мы ее лентяне посвятили. И ты себя, как первый лентяй! Не может быть! Это не я! Это краски сами! Я не знал, не читал. Как это я не посмотрел сам стенгазету? Простите, пожалуйста, но вот эти краски... Эти краски мне почему-то не пригодились. Ну что же, бывает. Значит, переменить надо. Ведь так? Ну, выбирай другое. Вот, например, волшебные шахматы из чудесной пластмассы. Любой первоклассник может выиграть даже у самого ботвинника. Ты, например, играешь белыми. Раз, два, три! И королю мат. Хорошо бы что-нибудь музыкальное. У нас завтра вечер самодеятельности. И мне бы... Можно и музыкальное. Вот, смотри. Ну-ка, чудо-балалайка! Плесовую заиграй-ка! Ну-ка, чудо-балайка! И... У-у-у-у-у-у-у-у-у! И... И... У-у-у-у! Замечательно! Вот это будет номер. Все лопнут от зависти. Лопнут? Ну вот, видишь, как хорошо. Получай музыкальное, а на случай, если забудешь, какие слова сказать нужно, вот тебе шпаргалка. Мы ее сюда положим. Я тоже буду выступать. Объявляй мой номер. Интересно, что это за номер? Вот. А кто на ней играть будет? Я сам. Вы еще увидите, что я умею. Сейчас, сейчас в нашей программе выступит известный музыкант-виртуоз Виктор Петров. О! Витька-музыкант! Ха-ха! Не может быть! Ах, вы сени! Мои сени! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Балалайка, 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 неужели забыл, да начинай же, ну, ну, ну дура, балалайка, не робей, Митя, Милень, Сейчас. Это двоечка Петров, хвастунишка из третьего Б. Так, говоришь, концерт не состоялся. Ну что же, бывает. Я вижу, тебе очень хочется выдвинуться перед ребятами и чтоб все полегче было, ведь так? Так, ну что же тебе предложить? Прямо и не знаю. Видите ли, у нас завтра футбол с тридцать пятой школой и мне нужно... Понимаю. Вот, пожалуйста, обыкновенный волшебный футбольный мяч, что ни удар, то гол, годится. Мне наоборот, чтобы голов не было, я за десятую школу хомича, то есть вратаря играю. Ах, вот что, хомича. Ну что ж, туда скажи вот так. Чудо, 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 мяч Лети прямо, лети, вскачь Без труда и без науки Попади мне прямо в руки Как это скажешь, гола не будет Дело верное Получай Да смотри Не забудь, что сказать надо Ну уж теперь-то я не забуду Так, Шурка получает мяч Ведет У него наскачивает Юрка Борьба за мяч Теперь уже ведет Юрка Э-э-э, так нельзя Нельзя Судья дает штрафной Мяч идет к воротам десятый Но вратарь десятый что-то не беспокоится Тридцать пятый атакует Чудо, чудо, чудо мяч Лети прямо, лети, вскачь Без труда и без науки Без труда и без науки Без труда и без науки Да И так счет открыт Один ноль Пользу тридцать пятый Не вышло Не успел сказать Попади мне прямо в руки Все фасонишь Команду подводишь Своими фокусами Эх, и такой мяч пропустил Да я бы, если бы помоложе Эх Ничего, ничего Надо только раньше начать говорить Чудо, 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 чудо мяч Лети прямо, лети, вскачь Без труда и без науки Попади мне прямо в руки Чудо, чудо Чудо Сейчас, пожалуй, рановато Сказал Ну, ничего Случает мяч Идет Встречу бежит Дигляк десятый Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Оба летят вверх с нармашками Атака тридцать пятый продолжается Лобка подходит порода Лети прямо Лети вскачь Без труда и без науки Удар Попади вниз Эх, поделил Витя, а говорит Холмич, Холмич. Да, вот мяч у Вовки. Вовка подает первые ворота. Юрка поднимает голубой. А Витька что-то шепчет. Не понимаю, чего он там шепчет. Без труда и без науки, без труда и без науки, без труда и без науки. Удар! Еще удар! Гоу! До конца игры остается пять минут. Напоминаю, счет 13-0 в пользу 35-й школы. Судья назначает 11-метровый штрафной удар по Витяным воротам. Напряженный момент. Все равно не успею сказать, все равно. Это я сам, это я сам взял! Один взял, а 13 пропустил. Я в своих воротах и то лучше стою. Эх, не хобич ты, а третий столб. И подумай, мил моя, и ходит, и ходит, и ходит, и все ему не нравится и не нравится. То это дай, то другое. Наш-то ему все меняет и меняет. И конца краю нету его хвокуса. Эх, переменить? Нет, не надо. Возьмите обратно. Ничего не надо. Так-таки ничего. А все-таки? У меня диктант завтра. Прекрасно. У меня как раз есть для тебя самопишущая ручка. С очень красивым почерком. Пишет без ошибок. Она тоже без труда и без науки? Нет, не надо. У меня есть простая, не волшебная. Я сам буду писать и ошибки сам исправлю. Если сам, то лучше не придумаешь. Если сам за дело берешься, любые чудеса сделаешь. Теперь ты, пожалуй, и без меня обойдешься, а? Хе-хе-хе. Ну, прощай, дружок. Желаю успеха. Пока ты спал, я все уроки выучил. Давай стенгазету рисовать. Вот краски, кисточки. А это какие краски? Волшебные? Хе-хе-хе. Чудак. Самые простые. Мосполиграф. Тогда дай мне, пожалуйста, эти краски, Мишечка. А я уж сам. Сам все нарисую. Витя, а как же ты сам? Хе-хе. Не беспокойся. Если сам за дело берешься, любые чудеса сделаешь. Ничего не пойму. Витьку точно подменили. Миша, а Миша, как писать, костер или костер? Что? Ну, конечно, нет. Ничего. Я сам. Миша, как писать, костер или 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 ко